Функции нужны, чтоб не повторять один и тот же код во многих местах программного алгоритма. Сейчас про функции и их виды, и как вызывать в своем коде отличие параметров от аргументов. Знаешь об этом в этом уроке? Как создавать функцию? Покажу три решения. Для создания функции использую ее объявление. Как считать периметр? Но это не весь мой акцент. Какой формальный параметр и какой его аргумент? Сегодня о встроенных функциях узнаешь новые инструкции. И нужно ли слово return писать внутри тела функции? Функции. Функции нужны, чтобы не повторять один и тот же код во многих местах программного алгоритма. В современных программах функции являются основными блоками. Don't repeat yourself. Dry. Не повторяйся. Это принцип разработки программного обеспечения, нацеленный на снижение повторения информации различного рода, особенно в системах со множеством слоев абстрагирования. Функции – это как раз тот тип данных, который служит этому принципу разработки. Выбор имени функции. Функция – это действие. Поэтому имя функции обычно является глаголом. Оно должно быть простым, точно не описывая действия функции, чтобы программист, который будет читать код, получил верное представление о том, что делает функция. Как правило, используются глагольные префиксы, обозначающие общий характер действия, после которых следует уточнение. Например, функции, начинающиеся с шоу, обычно что-то показывают. Другие префиксы и примеры. Функции равно комментарии. Функции должны быть короткими и делать только что-то одно. Если это что-то большое, имеет смысл разбить функцию на несколько меньших. Следовать этому правилу определенно полезно, особенно в командной работе. Большие функции не только облегчают тестирование и отладку, само существование таких функций выполняет роль хороших комментариев. Объявление вызов функции. Для создания функции мы используем объявление функции. Вначале идет ключевое слово function, после него имя функции, затем список параметров в круглых скобках через запитую, и, наконец, код функции, также называемый телом функции, внутри фигурных скобок. Это классический способ написания функции, называется function declaration. Синтаксис. Внимание, если return не указан, вместо него функция возвращает antifinal, и по умолчанию считается, что функция заканчивается пустой заглушкой return, выполняя лишь внутренние скрипты. В JavaScript создавать функцию, кроме классического способа function declaration, можно еще посредством function expression и arrow function. Function expression – это объявление функции, которое является частью какого-либо выражения, например, присваивание. Сравним function declaration и function expression. Синтаксисом arrow function, стрелочной функции, мы познакомимся позже в этой главе. Чтобы вызвать функцию, исполнить ее, необходимо обратиться к ней по имени и после указать две круглые скобки. Чтобы функция что-то возвращала, в ее теле указывают ключевое слово return и возвращаемое значение. Внутри функции можно размещать другие функции, как в этом примере. Параметры и аргументы функции. Объявим еще одну функцию, но уже с переменной в скобках. Когда при функции в скобках есть еще и переменная, мы будем называть ее формальным параметром, заранее неопределенным. Мы же не знаем, чем будет равно значение x. У большей части функций будут параметры, но иногда нам встретятся функции без них. После объявления функции, ее параметров, мы можем вызвать запустить блок кода с конкретным значением, например 5. Такое присваивание значений мы будем называть аргументом. В нашем примере цифра 5 является аргументом функции, конкретно передаваемое значение внутрь функции. Как только наша функция получила свой аргумент, она тут ча же присвоила его значение переменной x, которое является формальным параметром нашей функции. Пример кода. Смело экспериментируйте. Разница между параметрами и аргументами состоит в следующем. Аргумент – это конкретное значение, которое мы передали функции при ее вызове и скобочках. Это значение или набор значений присваивается формальным параметрам этой функции. Параметр – это название переменной, указанной в объявлении функции и ожидающей присвоения конкретного значения в момент вызова функции. Присваиваемая параметру значения и есть аргумент. Множество программистов используют этот термин «аргумент» и «параметр» взаимозаменяемый, но мы-то поняли разницу. Встроенная функция – консоль-лог. Способ вывести, логировать в консоль отладочную информацию только для разработчиков, пользователи ее увидеть не смогут. Как вы знаете, большинство людей не подозревает даже о существовании самой консоли, а не то что о секретных логах. Нажмите в браузере Google Chrome сочетание клавиш Ctrl-Shift-I и в самой консоли наберите «консоль-лог. Совершенно секретно, только для разработчиков». Как явствует из названия функции, мы выводим «консоль-лог», то есть информацию о работе системы. Этой доброй суперспособностью разработчики пользуются постоянно. Скажем, когда у вас были сообщения об ошибках, вы видели в консоли именно это. Интерпретатор выдавал, логировал в консоль информацию о работе системы, чтобы вы могли прочесть и исправить нужные параметры. Словом, очень полезная штука. Вам не раз и не два придется прибегнуть к помощи консоль-лог. Так что запомните эту функцию. Пока вы играете в консоли, я покажу вам еще один трюк. Его мне поможет выполнить наш старый добрый друг обратный слэш. При его содействии с n можно разбить свой код по строчкам. Попробуйте сами. Еще один пример с мишкой. Math Random. Еще одна полезная функция Math Random. Обратите внимание, что в отличие от предыдущих, название этой функции начинается с прописной буквы M. К тому из причины прописные строчные буквы JavaScript различаются по внутренним кодам. В каждом языке, будь то русский, английский или JavaScript, всегда есть какие-то исключения из правил. Вот это одно из них. Все прочие переменные функции, которые вы встретите, следует писать с строчной буквой. Помните, что регистр это важная штука. И если название Math Random начинает с маленькой M, то функция просто не запустится. Проверьте это в примере. Каждый раз новое число. Функция выдает случайное вещественное число между 0 и 1. Давайте модернизируем уравнение. Если вам вдруг понадобится случайное число в диапазоне от 0 до 100, то эта функция очень вам пригодится. Math Flow. Эта функция требует число или цифру в качестве аргумента и получив округляет их меньшую сторону. Взгляните это в примере. Math Round. То же самое, только наоборот, до ближайшего целого, без каких-либо десятых долей после запятой. Вы когда-нибудь замечали, что в некоторых сообщениях чересчур много слов, выделенных прописными буквами? Что ж, именно этому мы сейчас и научимся. Вы можете запросто взять любую строку и вернуть ее в новую версию через прописные буквы, то есть в верхнем нижнем регистре, используя встроенный метод toUpperCaseToLowerCase. И соответственно можно вернуть любую строку в строчных буквах, то есть нижнем регистре. Помните, что метод это всего лишь функция, прикрепленная к описанному объекту, в данном случае к универсальной строке. Работает это так. ToUpperCase в прописные буквы, ToLowerCase в строчные. А теперь все вместе. Попробуем замешать небольшой коктейль из только что выученных функций, в этом примере. Надеюсь ничего сделанного не оказалось для вас трудной задачи, и вы все поняли. Если нет, то не торопясь, посмотрите каждую строчку и комментарии к ней. ArrowFunction – стрелочные функции. Существует еще более простой краткий синтексис для создания функций, который часто лучше, чем другие виды. Итак, классический вариант записи функции FunctionDecloration и FunctionExpressions. Такой код создает функцию func1 с аргументами и вычисляет expression, набор действий, алгоритмы с правой стороны и их использованием. Возвращает результат вычислений через ключевое слово return. А теперь давайте применим стрелочные функции. Другими словами, это более короткий вариант такой записи. Стрелка нам заменила return с правой стороны и позволила написать ключевое слово function с левой стороны. Давайте взглянем на конкретный пример. Исходная форма. Стрелочная форма. Оба варианта правильные. Function практически не используется в современном написании кода, поэтому используйте стрелочные функции. Если у вас только один аргумент, то круглые скобки вокруг параметров можно опустить и сделать запись все короче. Если нет аргументов, то чтобы не получилось двойное равно, указать пустые круглые скобки. Функции стрелки удобны и очень компактны. Самовыполняющаяся функция. JavaScript это функция, которая выполняется сразу же после того, как она была определена. JavaScript позволяет создавать кроме обычных стрелочных, также и анонимные функции, выполняющие важную роль JavaScript. Анонимные функции. Если после function есть имя, функция, именованная, во всех остальных случаях, анонимная. Анонимные функции зачастую создаются и сразу же запускаются. Еще одно важное отличие в том, что именованные функции объявляются, а анонимные создаются при помощи оператора function. Наберите в консоли Google Chrome следующий код. Самовызывание создается скобками в конце функции, которые говорят интерпретатору, что эту функцию необходимо запустить сразу. Заключение. Поняв суть стрелочных и обычных функций, вы сможете передавать функции в объекты переменной и перестроить код по модулю. Функции такого рода можно использовать также и для создания и возврата других функций. Тут речь уже пойдет о замыканиях, о котором мы поговорим в следующих сериях. Вопросы. Как объявляется функция? Точка выхода или возврата результата функции. Ключевое слово return внутри тела функции. Дана функция, определите формальный параметр. Дана функция, определите аргумент. Где встроенная функция? Какой синтаксис используют стрелочные функции? Использование стрелочных функций позволяет. Самовыполняющая функция это? На вопросы ответьте комментариям к этому видео. Респект за лайк, подписку и колокольчик. Наш курс open source. Поэтому если есть желание и возможность, благодари меня на патреон. Где получить доступ в секретный чат и менторов по JavaScript. А также доступ на кухню, где разрабатывай мобильные приложения. JavaScript can. JavaScript can. JavaScript can. JavaScript can. JavaScript can. JavaScript can. Firefox, violations. Йоркки, oftentimes нет. acs kırк gliáriки, 온 каких vertexах. Весказательныйเส 인едент. Весказательный внимания став missed. Подписывайтесь, друзья. АChrist..?